Без Total, разумеется. И переносим в синтег. Получаем вот такой длинный список агнатипных команд. И запускаем. И как раз в результате получаем этот набор фиктивных переменных. С другими категориальными переменами я обошелся немного другим образом. Вот, например, была трехчленная шкала, или пятичленная, не помню уже. Я ее сделал дихотомическо, то есть сжал. Not like me и like me. Это было пять членов в шкале. Пять градаций. Местами, например, как здесь, была промежуточная градация, бессодержательная. Я ее отнес в миссинге. Вот, таким образом, я подготовил базу по переменным. Теперь все переменные, которые здесь остались, могут участвовать в многомерном анализе. Логистическом, дискриминантном, пробит регрессии, обычной регрессии. Остался еще один шаг. А именно... Поработать с миссингами. Увы и ах, но нам придется избавиться от тех переменных, у которых слишком много пропущенных значений. Потому что в многомерных методах в большинстве из них из анализа удаляются те респонденты, у которых хотя бы по одному из участвующих признаков есть миссинг. называется опция ListWise, удаление ListWise. Таким образом, реальная рабочая выборка сильно сокращается. Для нас это неприемлемо. Поэтому мы запускаем снова Frequencies по всем переменным, которые будут участвовать в анализе. вот по всему спектру. Снова через Paste. Причем нам ведь таблицы частотные уже не нужны. Нам нужна общая сводная таблица, где будут миссинги. Поэтому я нажимаю эту галочку, получаю такой синтекс. И еще мне нужно сделать одну вещь. К сожалению, здесь SetTenumbers, такой SetTenumbers, нам не поможет. Нам бы лучше работать с переменными по неймам, а не по лейблам. Для этого я временно все лейблы отсюда забираю и оставляю пустые ячейки. В Excel переношу, чтобы не потерять. Сюда, а сюда вставляю.